Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире «Разворот» в студии Оксана Антоненко. А в гостях у нас сегодня, простите, министр внутренних дел Рихард Козловский. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале МиксНьюСЛВ. Давайте начнем нашу беседу с президентуры латвийской. Что изменилось в работе Министерства внутренних дел в вашей жизни после начала президентуры? Во-первых, изменилось то, что получили большой объем работы дополнительно, поскольку Министерство внутренних дел ответственно за проведение в течение полгода всех собраний и совещаний министров, также ответственно за повестку дня и продвижение, скажем, тех вопросов, которые решаются в данном совете. Ну и плюс то, что Министерство внутренних дел ответственно за безопасность проведения всех мероприятий, которые здесь будут проходить в Латвии в течение полгода. Эту повестку дня определяет Латвия или это та повестка дня, которая уже существует в ЕС и которую надо просто поддерживать? Ну, во-первых, да, поскольку президентура проходит в течение полгода, то за полгода те инициативы, которые появляются, они в связи с тем, с тем процедурами, которые проходят, обычно передаются часть из них следующей президентуре, поэтому мы получили, скажем, также вопросы, которые должны продвигать вперед от итальянской президентуры, я думаю, также передедим еще Люксембургу, но все равно также мы можем включить повестку дня, согласовываясь с комиссией, то есть с комиссаром, который является ответственным по как раз вопросам внутренних дел Европы, в связи с согласовываясь эти все вопросы, мы можем это сделать, но беря в виду, скажем, то, что фактически один из приоритетов был борьба с терроризмом, и последние события в Париже, Бельгии, также которые акции проводятся сейчас в Европе, усилилили приоритет борьбы с терроризмом, это сейчас вышло на первое место, также было обсуждено 29 января в Риге всеми министрами внутренних дел, также участвовали руководители Европола, руководители Интерпола, было очень высокое представительство, я считаю, что у нас удалось довольно успешно определить те направления, по которым двигаться дальше. То есть вклад Латвии заключается в чем? Ну вот наша часть повестки дня общеевропейского, вот мы придумали, мы предложили, и вот это в итоге обсуждается в Европе. Значит, во-первых, если такой вопрос любой повестки дня появляется в плане нашей президентуры на Совете Министров внутренних дел Евросоюза, президентура, то есть в данной ситуации это Латвия, должны, ну, успешно, скажем, продвинуть данный вопрос вперед, и, во-первых, главное получить одобрение всех членов Евросоюза, то есть 28 странами Евросоюза, министрами внутренних дел, должно быть дано добро к одному или другому, скажем, вопросу. Ну, а с нашей стороны это вопрос угрозы терроризма, я так понимаю? Один из вопросов. Я так говорил, это один, это не единственный, но это на повестке дня сейчас номер один, и мы очень активно работаем. Следующий совет будет в Брюсселе в марте, и готовимся уже к следующими шагам, и как будем, и что будем продвигать вперед. Насколько угроза терроризма актуальна для Латвии? Скажем, на сегодняшний день самый низкий уровень, он определяется министром внутренних дел. А самый низкий уровень за историю Латвии или самый низкий уровень в ЕС? Если мы сравниваем в Латвии, самый низкий был в связи с президентурой, официально я объявил самым низким уровнем этой компетенции министром внутренних дел. То есть это самая безопасная президентура в плане угрозы терроризма? Да, я говорю на сегодняшний день, но может меняться. Это делается так, что полиция безопасности готовит анализ и, скажем, подает министр внутренних дел уже на решение об, скажем, какой из уровней, скажем, он должен быть введен. Ну, а вообще, в принципе, для страны, насколько у нас высок уровень угрозы терроризма? Ну, если мы откидываем сегодняшний день и говорим о террористических возможностях, то мы видим, что этот феномен, который называется иностранными боевиками, который радикализуется, используя, скажем, уже интернет, также посещая всем известные лагеря подготовки террористов в Европе, это очень распространяется, это проблема номер один, поскольку за прошлый год был очень большой прирост таких жителей, гражданин, они являются гражданами Евросоюза, отдельных стран. Как пример могу привести даже наши соседи в Финляндии, где это количество около 80 таких потенциально подозреваемых, скажем, если мы говорим о... Это те потенциально подозреваемые, которые находятся на территории Финляндии и являются гражданами Финляндии? То есть, да, они передвигаются, они могут посещать такие лагеря и так далее, это число растет, поэтому, скажем так же, нагрузка на службу, чтобы следить, ну, не то есть бороться с последствиями, а также предвращать такие, скажем, теракты, у нас становится все сложнее и более, скажем, ну, нагрузка более большая. Как пример, также могу сказать, что только в Париже в одном городе 600 таких. А в Латвии таких сколько? Если я не ошибаюсь, то пока полиция безопасности публично заявила, что есть подозрение, что один из граждан Латвии находится в Сирии на данном этапе. А на территории Латвии таких потенциально подозреваемых в терроризме нет? Пока нет, но мы знаем, что, ну, как я говорил, эта тенденция очень быстро растет, она за прошлый год выросла, ну, скажем, до войны, и, ну, я думаю, в Европе в целом, и мы составляющая часть Европы, у нас, как мы знаем, Нотани, Шенгенская зона, свободное передвижение, поэтому также полиция безопасности в тесном контакте находится со всеми спецслужбами в Европе, есть определенный канал, как это делается, и мы очень активно следим за тем, чтобы идентифицировать таких потенциальных, если будет необходимость, и дальше уже мониторить их и смотреть, какие активные действия они проводят, и возможность их, если есть повод, призывать к ответственности. А мы не можем как-то запретить въезд на территорию страны этим людям? Во-первых, если мы говорим, что это граждане Латвии, то по одному из принципов въезд, запрет въезда своего гражданина, если он не имеет гражданства другой страны, но только является гражданин Латвии, Латвийской Республики фактически нет, поэтому как раз эта проблема стоит также в Европе, сейчас одна из составляющих также законодательства общего Евросоюза по данному вопросу, но эта процедура довольно-таки сложная, длинная, также министр юстиции работает над этим вопросом, есть разные практики в разных странах, есть в странах, где отнимают в административном порядке паспорта, чтобы они не могли выезжать, но здесь должно быть также, думаю, быстрое движение вперед, то есть сначала надо идентифировать те, может быть, общие принципы и их вводить. А как вот этот гражданин Латвии попал в этот лагерь, и как вообще в принципе подобные организации вербуют своих сторонников или потенциальных сторонников, потому как, хотя бы на каком языке это делается и через какие каналы, не знаю, через какие организации? Нет, ну есть очень распространенно, и мы знаем, что это развивается, технологии развиваются, ну скажем, сейчас на первом месте интернет, разные закрытые сайты и так далее, где можно фактически узнать о разных, начиная с того, как поехать, или кончая тем, как, скажем, ну чуть не готовить взрывные устройства и так далее. Поэтому здесь большой сложности нету. Второе, скажем, они не летят по прямому из, скажем, ну из, знак города там Парижа, сразу Сирию, они едут, используют транзитные перелеты и потом уже, скажем, с той же самой Турцией, или где уже пересекают по каналам границу. Здесь с этим, если человек едет просто в Турцию, может быть отдыхать его, ну реально мы знаем, что в Европе есть демократические законы, ну и с этим, скажем, если уже не идентифицировано, нет доказаний, что он там был, что потенциально напасен, ну нету повода его задерживать. Ну поэтому один из вопросов, которые мы обсуждали и будем активно двигать вперед, это общий регистр пассажиров авиоперелетов Евросоюза, который дает возможность тогда уже отслеживать, скажем, передвижение данных потенциальных, скажем, у которых, ну подозреваем таких активностей. Ну и здесь необходимо достичь того, чтобы мы могли начать диалог с Европарламентом, который очень придерживается к фундаментальным, скажем, правам Евросоюза, свободе слова, передвижения и так далее. Но последнее, скажем, происшествие при Париже, теракт этот уже более, скажем, я думаю, будет легче убедить членов Европарламента. Также, как пример могу привести, что одна из женщин, которая была подозреваема, потом был, ну, проведен определенный там анализ, что она была видена в Турции и так далее. То есть данный, скажем, регистр мог бы уже заранее идентифицировать, ее уже задержать, скажем, при посадке в той же самой Турции, а не констатировать факт, что она, наверное, уже в Сирии. А вот этот вот гражданин Латвии, который в Сирии находится, вот конкретно он каким образом попал в эту организацию? Ну это я сейчас, во-первых, не могу вам прокомментировать, поскольку это вопрос, ну, полиции безопасности, конечно, но даже если есть канал конкретный, я думаю, если полиция безопасности лично это, скажем, не говорит, это есть для того определенные причины. Скажем, если мы сравниваем с другими, может быть, ситуациями, то это было, скажем, публично сказано, как также Бен Айос, который должен был явиться в суд, он не явился, также знаем, что он приехал через Эстонию, потом в Финляндию и попал в Россию. А вот по поводу Айо Бенес, который выходил с нами на связи, буквально вчера находится в Новороссии, как он сам утверждает в рядах ополчения Луганской народной республики, как так получилось, что человек, который находится под мерой пресечения, за которым вообще-то, в принципе, должна следить, не знаю, полиция или еще какие-то структуры взял и покинул территорию Латвии. Вот поскольку вы говорите, что не знаете, есть у нас в законодательстве очень определенного, какие меры пресечения применяются в уголовном законе. Полиция безопасности изначально получила одобрение суда о содержании ее под арестом, потом в вторичном рассмотрении суд решил, что это слишком, скажем, тяжкая мера пресечения свободы, и была определенная другая мера, скажем, пересечения. Да, полицейский надзор, по-моему. Полицейский надзор, но является, есть определенный ряд, как он, это не значит, что тогда полицейский, не имя ночью, следит за конкретным лицом. Совсем другое, скажем, оперативное действие, которое не имеет там места, это вопрос то, что он должен был отмечаться в определенное время и информировать, что он находится, скажем, по указанному месту жительства. Поэтому, к сожалению, суд решил так, но мы видим, что тот же самый суд, он решил все-таки не приехать. Айо Беннус также обещал вернуться в Латвию, доказывать свою невиновность. Вот вы как, верите, что вернется? Ну, видишь, у него эта возможность была уже представлена, он мог явиться и защищать себя. Он был очень занят. Ну, я понимаю, у него много работы там, но мы его ждем. Ну, я думаю, это также вопрос времени, потому что, как мы знаем, он был задержан раньше властями Украины, был выслан в Латвию. Ну, я думаю, что это вопрос времени. Также может быть ситуация, что он будет выслан аэрболтиком из Киева в Ригу. То есть вы верите в то, что Беннус так или иначе на территорию Латвии вернется? Я думаю, что это только вопрос времени. Я все-таки надеюсь, уверен, что вопрос как раз этого конкретно решится только в плане того, что эта территория останется неделимой и будет составляющей Украины, а не отдельные государства какие-то. Давайте сейчас прервемся на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь. На Болткоме разворот! Добрый день еще раз в эфире «По-прежнему разворот» в студии Оксана Антоненко. А в гостях у нас по-прежнему министр внутренних дел Рихард Козловский. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Еще раз напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Есть у нас также видеочат на портале Микс Ньюслова. Звоните, пишите. Мы говорили о судьбе Айо Бенеса, который сейчас находится на территории Украины или Новороссии, как он сам говорит. Насколько я понимаю, помимо него у нас есть уголовное дело, уголовный процесс, который начала полиция безопасности относительно 7 человек, так или иначе, возможно, связанными с военным конфликтом на территории Украины. То есть трое распространяли ролик и, соответственно, принимают участие в военных действиях, трое собирали гуманитарную помощь, и один – это Владимир Линдерман, против которого вроде как бы есть подозрения в отношении него, что он занимался вербовкой. Все вот эти 7 человек проходят по статьям, связанным с терроризмом. То есть это либо вербовка лиц для терроризма, либо призывы к терроризму и так далее, и так далее. Насколько, на ваш взгляд, эта статья доказуема вообще, в принципе, и перспективна? То есть насколько велика вероятность того, что вот этих семерых человек осудят, собственно, за то, к чему их сейчас, скажем так, ведут? Скажем, да, это вопрос доказательств, доказания вины. Поэтому полиция безопасности возбудила определенные уголовные дела по статьям, которые имеют сейчас силу в нашем законе. Также, если мы делим, ну, эти вещи, то есть, если мы говорим о сборе гуманитарной помощи, то также могу еще раз подтвердить, что, скажем, действия, которые привела последняя полиция безопасности, были не связаны с этим, с другими вопросами, которые решались в уголовном процессе. То есть? То есть не сбор как раз гуманитарной помощи, а другие статьи, и комментировать, конечно, больше я не буду здесь. Подождите, но вот эти три человека, которые проходят по этому уголовному процессу, они занимались сбором гуманитарной помощи. И насколько они думают и понимают, то есть по комментариям это вот с этим связано. Да, если не ошибаюсь, фамилия Букайнес, да, который... Станислав, но это один из. Станислав один из, и поэтому, скажем, в совокупности, скажем, люди, я думаю, начиная с каких-то вопросов гуманитарных, перешли на другую степень уже, и поэтому не исключено, что они также способствовали тому же самому Айв Бенесу, уйти от следствия в суде и помогали в передвижении и другие вопросы, то есть это как раз... А другие вопросы, это какие, например, вопросы? Я не могу это вам здесь в студии сказать, это вопрос следователю полиции безопасности, которые конкретно принимают решения, поэтому здесь, скажем, не надо, ну, скажем, более подробно вникая в этот опрос, это было поднято, скажем, на уровне даже критики, и с российской критики, что за сбор гуманитарной помощи, за сбор гуманитарной помощи полиция безопасности проверяет просто вопрос того, действительно ли эта гуманитарная помощь была гражданским жителям данных регионов, или же наоборот, как раз поддержка скрытая сепаратистов, боевиков. Поэтому здесь это две разные вещи. Хорошо, давайте поясним для наших радиослушателей, может быть, кто-то не понимает, но что я тоже не совсем понимаю, вы говорите, что это не связано со сбором гуманитарной помощи, с чем конкретно это связано, вы сказать не можете. Вот эти вот товарищи, которые находятся, вот против которых, значит, уголовный процесс, они тоже не совсем понимают и не могут объяснить, о чем идет речь. Как бы ни получилось так, что какие-то необдуманно, неосознанные действия жителей Латвии могут привести к уголовному процессу. То есть нельзя делать что? Может быть, делать, потому что они какие-то комментарии в интернете писали в социальных сетях, или какие-то фотографии публиковали, или, не знаю, говорили о том, что поддерживают Новороссию и ждут освобождения, условно говоря, ее там от украинской власти. Вот что может попасть под уголовный процесс? Ну, значит, под уголовный процесс я сейчас лекцию не прочитаю, но, скажем, конечно, если люди публично призывают фактически к сипаристическим тенденциям и призывают, что это должно быть поддержано и так далее, но это имеет место проверки полиции безопасности и не способствует, скажем так же, противоречить вопросам национальной безопасности. Я думаю, это очевидно, потому что, я думаю, никому не секрет, какая официальная позиция Латвии, какая позиция Евросоюза по данным вопросам. Ну, позиция политическая – это одно, и мнение конкретно взятого человека – это другое. Вот скажите, если, к примеру, кто-то пишет в интернете, в социальной сети «поддерживаю Новороссию», это попадает на то, что… Я еще раз вам скажу, что каждый индивидуальный случай проверяется. Также есть такое понятие, как лингвистская экспертиза, которую проводят эксперты, поэтому тогда это делается совокупно, и уже потом решается, есть повод или нет повода призвания к ответственности. То есть, полиция безопасности активно следит за тем, что латвийцы говорят и пишут в интернете? Это не только латвийская полиция безопасна, это делает все службы всего Евросоюза. Хорошо, по поводу той статьи и терроризма. Насколько я понимаю, существующую систему в Латвии сейчас нельзя осудить человека по этим статьям, поскольку у нас ЛНР и ДНР не признаны террористическими организациями. Не только Латвии на правительственном уровне, я имею в виду, ну и, в общем-то, другими странами ЕС. А покуда это не сделано, соответственно, и судить людей нельзя. Так ли это? Нет, ну я еще раз говорю, это каждый индивидуальный случай, потому что сам факт не то, что террористическая организация, также любые индивидуальные действия человека могут повлечь за собой террористические, наказание за террористические действия. Потому что это не так, что только, либо если ты участник организации, ты не можешь провести какие-то террористические действия. Но второе, то, что сделано Министерство внутренних дел и разработаны поправки в уголовном законе, который сейчас находится в СЭМ, и который будет больше, скажем, покроет больше обширной, и фактически будет являться понятием не террористических, конкретных действий, а участие и способствии несанкционированных военных конфликтов за рубежом Латвии. А вот эти поправки, которые сейчас находятся в СЭМе и принимаются, насколько я понимаю, в срочном порядке, 12 числа должно быть второе и последнее чтение, согласно им, получается, что 10 лет грозит любому человеку, который принимает участие в военном конфликте, скажем так, если это участие не одобрено, не санкционировано правительством. Правительством зависит ли это от того, на какой стороне человек воюет? Вот если мы сейчас берем Украину, то вот... Вопрос, во-первых, это до 10 лет, а не 10 лет. До 10 лет, хорошо. Да, это каждый индивидуальный случай. Общий принцип есть такой, что фактически участие, мы знаем, как наши, скажем, вооруженные силы участвуют в каких-то конфликтных зонах, принимают участие, есть определенные процедуры, и мы другие процедуры пока не вводили, поэтому являются понятием, ну, такие конфликты, и закон для всех одинаков. То есть, получается, что если вступят в силу вот эти поправки, то, соответственно, до 10 лет будет грозить не только тем, кто воюет на стороне ополчения, но и тем, кто воюет, к примеру, на стороне украинской армии. Я еще раз говорю, это вопрос индивидуальный, какая ответственность за это, ну, ответственность еще раз повторю, но закон у нас один в Атвии, он не решает, скажем, есть определенные процедуры, как это можно будет сделать, ну, можно сделать, но на данном этапе мы работаем по тому, чтобы избежать тенденции того, что наши жители участвуют в таких родах конфликтах, потому что так же, как могу перевести тогда на европейскую практику, то те лица, которые участвуют в других военных конфликтах, скажем, в Сирии, в Ираке и в других местах, так же мы видим, какой потом потенциально развивающие эти люди, которые возвращаются назад, они побывали на военных конфликтах, они реально обучены, участвовали в боях в действиях, это потенциальная угроза национальной безопасности, это надо понимать. Давайте примем звонок, надевайте наушники, добрый день. Добрый день. Мне вопрос к господине министру, да, господин министр, да, вы выходите, значит, на провести ваши полицейские, занимаясь мародиозом, убийством, вы эти вот, знаете, и как будто они нищие животные. А вы в Риге возьмите полицейские, да, они цивилизованные, работают, а почему-то у них зарплаты мало, я их понимаю. А на провестих нет, дачи строят, то все, откуда и как. Спасибо. Актуален ли вопрос коррупции, и, я не знаю, можно ли это назвать мародерством в полиции? Нет, ну, я не хотел бы сказать, что это, ну, так-то, может, не совсем так точно понял вопрос, но если мы говорим о отдельном... Насколько я бы поняла, вот, примерно об этом. Ну, примерно об этом, ну, скажем, конечно, имеет отдельные случаи места, это не секрет, что отдельные полицейские, к сожалению, также у нас нарушают законы и призываются к ответственности. Но то, что мы делаем, как министерство внутренних дел, чтобы более, скажем, сделать эффективный контроль или, скажем, также над сотрудниками правоохранительных органов, это новое бюро по внутренней борьбе, внутреннее бюро безопасности, которое фактически одобрено также парламентом и будет создаваться независимо от полиции. Я уверен, что оно будет более эффективно работать над этим вопросом, и уже не только по следствиям, но также по превенции, чтобы такие случаи предотвратить. Вопрос из видеочата. Если кто-то пожертвует деньги в фонд помощи детей Донбасса, а менеджеры фонда пожертвуют сепаратистам, то может ли это как-то попасть под статью? Вот те поправки, видимо, имеются в виду, которые на данный момент находятся в Сейме. Там речь идет не только об участии в военных действиях, но и о какой-то помощи. Ну, если так, действительно, люди хотят... Мое мнение. Если люди и жители Латвии хотят поддержать действительно гражданских жителей, которые сейчас терпят бедствия фактически в этих зонах, там действительно гуманитарная катастрофа, то есть Красный Крест, который международно признан. И я призываю всех использовать этот механизм, а в свою очередь какие-то отдельные активности, не только то, что это может попасть террористам или, скажем, потенциальным сепаратистам, а это может просто быть присвоено и так далее. И каждый, еще раз говорю, сейчас каждый, я понимаю, жители могут создать каждый индивидуальный вопрос. Ну, как я сказал, это действительно должно рассматриваться индивидуально. Поэтому я уверен, что реальный механизм, который существует, и должен быть использован, это Красный Крест. Давайте еще звонок примем. Добрый день. Добрый день. Уважаемый господин министр, а вот тут повысили, так сказать, расходы на наши спецслужбы. То есть и с тем, что им вроде не хватало, ну, один из аргументов, что им не хватало финансирования, чтобы контролировать тех, кто получил у нас этот временный вид на жительство. Теперь этот временный вид на жительство практически ушел к нулю. Я не говорю, что надо там уменьшать сумму или еще, а вот нельзя было или нельзя ли сейчас привязать это, как бы, ну, типа толковой издельщины. Какой-то процент от тех денег, которые люди, получающие время на жительство, отдавали полиции. Тогда, может быть, полиция поэффективнее бы работала, и этот аргумент бы исчез. И второй вопрос, если можно. Конечно, у нас получается так, что вот всенародно избранного президента народ хочет и называют две фамилии, ну, по крайней мере, по социальным вопросам. Это господин Лемберг и господин Ушаков. Я что-то, мне так кажется, что если бы действительно шли бы выборы и кого-нибудь из них избрали, то полиция безопасности запросто могла бы не дать им допуск. И дадут ли вот допуск министру или могут ли снять министру внутренних дел допуска назначенным парламентом. Спасибо. Давайте с первого начнем. По поводу ВНЖ и выделенных денег. Да, полиция безопасности. На этот год было выделено дополнительное финансирование, как раз правильно человек, который ориентируется, наверное, в этом вопросе, чтобы она более качественно могла проверять тех лиц, которые получили уже и получают вид на жительство. Если мы говорим о этом вопросе, также были разные идеи и варианты. Сейчас фактически, если мы говорим по вопросу безопасности, то находятся также разработанные, одобренные фактически уже комиссиями, предложениями Министерства внутренних дел, то, что запрет, скажем, определенным гражданам третьих стран или, скажем, всем третьим странам будет делегировано к Кабинету министров, который будет это решение принимать на обоснованном анализе всех наших спецслужб. Но если мы говорим о программе, ну, экономической программе, мне тут трудно комментировать, скажем, как она должна быть подвержена, это вопрос экономики. По своей очереди, часть денег, фактически, которые мы знаем, введены разные дополнительные платы в фонд, часть денег переводится в полиции безопасности. Также мы хотели бы деньги получить дополнительно к управлению по миграции, поскольку у них очень-очень большая нагрузка, обрабатывая и очень-очень низкий зарплат. По поводу того же ВНЖ и россиян. Какое-то время назад полиция безопасности говорила о том, что сами по себе россияне, которые приезжают сюда по ВНЖ, получают, вернее, ВНЖ, они не представляют угрозы для национальной безопасности, а угрозы представляет тот факт, что их здесь много, а Россия защищает соотечественников, соответственно, здесь много соотечественников российских, и у России есть какие-то, могут появиться основания, вот начать и каким-то образом защищать. Я так понимаю, проводилась какая-то аналогия с Крымом. Сейчас, учитывая, что повысились потолки для приобретения ВНЖ, на фоне того, что уходит несколько фестивалей российских из Юрмала, соответственно, сокращается количество и туристов, и, собственно, людей, которые получают ВНЖ. Вот этот риск, он сократился или нет? Ну, да, может быть... Ну, то есть Россию больше не становится? Нет, больше их, фактически, я мог бы сказать, не становится по программе ВНЖ, как вы говорите. Мы берем статистику последних пяти месяцев, после поправки, которая вступила в силу 1 сентября, фактически на сегодняшний день, если не ошибаюсь, было около 90 заявлений на вид на этот ВНЖ. В сравнении с прошлым годом того же периода, с 13 по 14, это было около 1000. То есть, более 10 раз снизился этот запрос. Вопрос идет о том, что действительно полиции безопасности не хватало средств, чтобы и ресурса проверки тех, которые уже получили вид на жительство. Здесь я хотел бы сказать, что анализ проводится, и сейчас активно начался, но это было возможно только с 1 января начать это делать, поскольку финансирование было в январе, сейчас прошел только месяц, а активная работа проводится, и это, я думаю, не могу сказать какой, но должно быть определенных хандикап для них, чтобы они сделали домашние работы. Нет, я имею в виду, по мере того, как сокращается количество россиян, которые сюда прибывают, угроза национальной безопасности тоже сокращается? Нет, ну видите, я хотел бы сказать, что мы не можем говорить о таких категориях, что все граждане России являются потенциальной угрозой национальной безопасности. Мы должны говорить о тех категориях, тех, которые могут быть потенциальной опасностью для национальной безопасности. То есть, само по себе растущее количество россиян в Латвии, это не угроза. Нет, если мы говорим теоретически, то, конечно, исходя из, может быть, такой сферы, что чем больше, тем больше, скажем, теоретических возможностей. Еще раз хочу повторить, что поэтому также было все-таки одобрено предложение Министерства внутренних дел не идти тем путем, что сразу в законе принять решение о включении всех граждан России, скажем, в список, которые не имеют права получить ВНЖ по этой, в данной программе. Это было предложение со стороны национального объединения? Ну да, но поэтому, скажем, мы имеем немного других, третьих стран, которые тоже потенциально могут быть их граждан отдельной угрозой национальной безопасности. Поэтому, думаю, логичное решение, что это будет принимать Кабинет Министров после определенного анализа, проведенного и решением уже конкретного не включения в закон. Это, думаю, очень логичный путь. Поэтому, ну, еще раз говорю, мы не можем делать, скажем, ввести знак один тому, что каждый гражданин России потенциально опасна для национальной безопасности. По поводу национальной безопасности. Некоторые политики уже сказали, что угроз для национальной безопасности может быть и тот флаг Латгали, который появился не так давно в социальных сетях, имеется в виду неофициальный флаг Латгалии, на котором было написано «Латгальская народная республика». Полиция безопасности, как мне известно, пока не начинала уголовный процесс, но проверку провела и распространителей тоже идентифицировала. На ваш взгляд, это проблема? Я имею в виду распространение вот этого флага. И почему? Ну, почему? Я думаю, что это, ну, скажем, ситуация, в которой находимся, этот конфликт в Украине, который, скажем так же, все-таки имеет большой восклик также у нас, такие, ну, способствующие какие-то призывы, независимо от этого, что может это как бы шутка или не шутка, но это все равно, действительно, я считаю, ну, так, если громко даже сказать, угроза национальной безопасности, потому что она быстро распространяется в интернете, то есть это получает такую информацию очень большое количество людей, это просто становится темой обсуждения, и полно я уверен, что оно не влечет, скажем, стабильности, наоборот, оно способствует. Я не могу, как-то сказать, что это действительно сразу будет большой угрозой, но я хотел бы просто призывать таких шутников или других, ну, не провоцировать такие действия. Да, но ведь там не было написано что-то вроде «давайте отделим латгалю» или «давайте сейчас будем поговорим о сепаратизме», там просто была картина. Видишь, мы сейчас вступили с вами с очень детальной дебатой, что было написано, кто что сказал, что кто показал, поэтому полиция безопасности проводит работу и анализ, как вы сказали, на данном этапе еще возбуждение, но нет уголовного дела, но проверка ведется. Полиция безопасности проведет проверку, и тогда будет известен результат проверки. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я уже вам первый звонил, господин министр, так и не понял, про что я говорю про полицейские. Но провести полицейские, они работают совместно, рука в руке, смотрящим. А самое главное все дело делают, это криминальная авторитетия. Это я вам показал, хотите, господин министр, сделать такое, чтобы я мог перенести вам документы, показать, я еще весь кем властям показал эти документы, они сказали, не может быть, это первый раз получается в Москве. Как это было можно понять, что все дела делаются криминальным авторитетом? Мои данные оказались сомалийских пиратов, арабских террористов. Какими способами они получили это? Спасибо. Ну, если мы говорим о таких категориях, ваша информация, чтобы я вам сейчас ответил, это, я думаю, понятно, что это невозможно здесь, поскольку суть дела не очень понятна, но вы имеете возможность лично мне написать, изложив всю ситуацию, ваше письмо, но я уверен, если вы укажете, что конфиденциально мне, оно попадет прямо ко мне, и уже потом я смогу пересдать экспертам, и действительно провести анализ, и уже ответить тогда вам, по сути, на вашу, скажем, информацию. Еще звонок. Добрый день. Добрый день. Алло, здравствуйте. Я по такому вопросу, вот если отмотать на несколько шагов назад, по поводу новых поправок закону о терроризме, который сейчас призывается, будут ли они иметь какое-то отношение к бойцам или ветеранам французского иностранного легиона, которых достаточно много в Латвии, было раньше, во всяком случае, ну и сейчас есть информация, что жители Латвии служат в этом французском подразделении. Спасибо. Спасибо. Значит, во-первых, закон будет иметь силу только с того момента, когда оно вступит в силу, ему не будет закон, который по основному принципу, который ухудшает ситуацию, скажем, ну, люди, жители Латвии, оно не имеет сил, только если оно, скажем, становится мягче, тогда, в связи с этим, те, которые где-то что-то делали до вступления сил в закон, будет рассматриваться только по тому законодательству, которое имело силу до вступления нового. В связи с этим, вопрос уже, опять же, по французскому легиону, сегодня я вам не смогу ответить, к сожалению, поскольку, ну, не имею такого юридического анализа, статуса и так далее, этого легиона, как это сделано Франция и Евросоюзу, но, еще раз говорю, что фактически Европа в целом идет все-таки на общие принципы, и одна из целей найти эти общие принципы, каким образом вообще жители Евросоюза, граждане Евросоюза могут участвовать или не участвовать, то есть, в каких-то любых конкретах, и как это классифицировать, потому что, действительно, очень быстро развиваются разные тенденции, и терроризм становится также, и военные действия очень, скажем, разного вида, мы видим, что уже индивидуальные действия, не сразу это организация, это может быть один человек, это могут быть два, поэтому, также, ну, все эти вопросы должны быть обсуждены. Еще один вопрос, который хотелось бы затронуть, 16 марта, не так много осталось до этого дня, как оцениваете потенциальные риски, угрозы для общественного порядка, учитывая, опять же, и нашу президентуру, и конфликт на Украине, и чувствительность этой даты для латвийского общества? Ну, это, пока я министр, это был 4-й и 16-й марта, разное у нас тут было, но если мы смотрим на этот год, конечно, мы готовимся усиленно, опять же, к проведению всех мер безопасности, на сегодняшний день, если не ошибаюсь, три заявки имеют место по проведению мероприятий 16 марта, то есть, это Далгаус-Ванаги, это одно также общество по ветеранам, ну, к сожалению, не так, что важно, наверное, и третье, это также, опять же, предположенное, скажем, ну, также борьбы против нацизма, ну, мы готовимся, будет проведена определенная консультация, также с самими, которые будут, какие мероприятия будут проводить, также это будет рассматриваться в Союзной Думе, опять же, также наши службы будут делать оценку данного, данного мероприятия угрозы безопасности, мы знаем, что есть, имеют место поправки закону, которые мы также по инициативу министерства сделали, то есть, если будет констатировано, что явно есть повод и, скажем, доказательства и то, что может быть реальная угроза безопасности, то также возможно то, что разделить места и время проведения данных мероприятий, но, как мы знаем, наш инвестиционный суд фактически всегда признавал то, что, скажем, свобода слова и так далее, оно может быть нельзя запретить, но, в принципе, формат пока движется в том же направлении, как и в предыдущем году, но, ну, да, скажем, данную ситуацию мы должны брать внимание, это делается, то есть, ситуация в Украине, ситуация также внутри страны, президентура, ну, очень-очень сложная работа, я надеюсь, что нас также удастся, как в прошлом году, провести это мирно, что не перерастет никакие насыщенные действия, я уверен, что все равно без резкого обмена слов и обвинения адреса друг к другу не избить, но, я надеюсь, что все-таки мы сможем провести на уровне того, что будет безопасно. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу, напомню, в гостях у нас был министр внутренних дел Рихард Козловский, спасибо, что пришли. Всеми до свидания. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копеин. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...